меня зовут богдан вообще то чем я действительно серьезно занимаюсь это искусственный интеллект но поскольку искусственного интеллекта все еще нет я буду компенсировать свою неудовлетворенность на вас и попытаюсь рассказать вам что у вас тоже нет это было быть ревиально с философской или там с религиозная эзотерической точки зрения но я попробую не выходить за рамки научного знания и быть предельно материалистичным и так что происходит с вами когда вы осознаете себя что происходит с вами когда у вас появляется самосознание ну или точнее когда она присутствует у вас в жизни понятие термин сознания во всех западных терминологиях происходит прямо или копирует этим логически латинское слово консенсия которое буквально значит совместное знание ну как и в русском и украинском языке в классической античности в средневековой христианской схоластике это больше относилась к нравственно-этическому знанию к знанию о морали которое бы было совместным с какой-то группой людей и становление сознательным для времени когда пресс возникал этот термин имеет отношение скорее к наличию некого идеального наблюдателя внутри человека который знает всегда что на самом деле хорошо что плохо по сути это совесть или это идеализированный человек или это непосредственно бог франциско сиски писал о сознании как о единственном пространстве в котором можно быть богом еще при жизни он воспринимал внутренний мир совершенно буквально как внутреннее пространство внутри человека находящиеся в реальном мире ближе к новому времени понятие сознания было освобождено от таких субъективных вещей как мораль этика и получила отношение больше к некому знанию более высокого порядка о собственном состоянии ума к рефлексии к осознанию что происходит собственно в голове человека им самим известная максима декарта в общем то было сказано именно в этом контексте должна пониматься скорее как мое я существует поскольку я наблюдаю свое мышление со времен декарта достаточно много должно было бы измениться но в общем то пожалуй худшую сторону современным определением сознания все очень плохо поскольку никто не исследует сознание как в целом зато существует масса наук которые так или иначе касается его исследуют феномены сознания с разных сторон и дают свои определения со своих точек зрения их существуют буквально сотни я в основном буду опираться на работы и определения которые пытаются дать прямо сейчас буквально томас мецингер по-видимому наиболее систематический исследователь сознания который последние 15 лет чуть больше наверно 20 уже потихоньку объединяет разрозненные племена психологов когнитологов нейрофизиологов социологов и прочих отдельных ученых которые занимаются этим с разных сторон и продвигает идею о возможности на самом деле необходимости исследования сознания появление науки о сознании в целом мецингер выдумал свою терминологию я не буду тратить там час на ее объяснение максимально упрощая постараюсь объяснить что он предлагает описывать сознание феноменологически и выделяет такие характерные его признаки как несколько уровней целостного восприятия это в первую очередь целостное и постоянное неизменное восприятие целостного и постоянного во времени окружающего мира восприятие целостного и постоянного во времени ощущения собственного тела и восприятие целостный постоянно во времени собственной личности также там еще где-то в качестве все того же существующего еще с античных времен наблюдателя внутреннего существует внимание которое произвольно переключается между этими уровнями восприятия но на него я скорее всего точно не успею ничего сказать по этим уровнем мы и пойдем собственно что мы знаем для начала внешнем мире собственно вот примерно да очень буквально именно это естественно мы не имеем никакого непосредственного контакта с внешним миром мы воспринимаем наши органы чувств воспринимают какие-то тонкие срезы этого внешнего мира очень тонкие кто знает там какой спектр из электромагнитного излучения мы воспринимаем какой диапазон маленький и так далее и так со всеми видами волн сигналов и прочего что мы в принципе можем воспринять не говоря уж о том что мы их в мире в принципе невообразимо больше видов этих сигналов органы чувств не передают ничего в мозг непосредственно они кодируют воспринятую информацию воспринятый сигнал и даже этот код они не передают в мозг точнее мозг они передают его в мозг но мозг его не воспринимает мозг воспринимает только паттерны которые присутствуют в этом коде какие-то в устойчивые последовательности это доказано разнообразно известно что скажем там если на кожу буквально передать паттерн который совпадает с тем паттерном который обычно передает сетчатка то через некоторое время вы сможете видеть кожей очень интересный эксперимент и так действительно лечат слепых не от рождения потому что слепые от рождения они тоже начинают ориентироваться тогда в пространстве но они просто не знают видят они или это еще какое-то чувство потому что им нечем сравнивать слепые не от рождения действительно начинают видеть то есть дело даже не в сигналах дело в паттернах и как мы эти паттерны не перемешиваем с какой бы стороны мы их не подавали через какие органы все равно у нас формируется целостная и постоянная во времени картина мира и это очень странно потому что на самом деле эти сигналы меняются постоянно и самым радикальным образом когда я поворачиваю голову справа налево все сигналы на мои сетчатки перестраиваются ни одна активация того ракурса не совпадает с этим ракурсом тем не менее я четко понимаю что в мире ничего не изменилось что это все тот же мир хотя все сигналы у меня перестроились категорически это кажется естественным очень простым прозрачным пока мы не попытались создать машины которые воспринимают мир также но это другая история впервые этим феноменом заинтересовался гельмгольц больше ста лет назад он поставил замечательный эксперимент который вы можете повторить прямо здесь о том до какой степени собственно сохраняется постоянство восприятия мира он закрыл один глаз и легонечко надавил на второе глазное яблоко пальцем не очень сильно и мир пошатывается это очень простое воздействие тем не менее мозг совершенно неправильно обрабатывает его то есть не наше знание о том что комната постоянно не еще что-то не заставляет нас никоим образом поверить в то что комната остается на месте когда мы давим на глаз почему же собственно откуда берется такая разница судя по всему все входящие в мозг сигналы не только поэтому по другим опытом тоже мозг обрабатывает однообразно делает предсказание исправляет ошибку если это предсказание не повторяется и важно понимать что это даже не предсказание будущего это предсказание настоящего мозг реконструирует реальность наш мозг строит модель окружающего мира именно модель постоянного времени и целостно в то время как сигналы которыми она ограничена ни в коем случае не постоянно он постоянно видоизменяет эту модель на основании этих сигналов и поэтому вас мы воспринимаем собственно не сам мир а его модель мы можно сказать что наши ощущения это на самом деле фантазии а в окружающем мире которые лишь ограничены корректирующими сигналами фантазии совпадающие с реальностью но не сама реальность мы вообще не можем использовать реальность без кавычек поскольку мы ничего не не знаем отсутствие сигналов например мозг легко восполняет эти пробелы самыми безумными образами что подтверждает многие опыты сенсорной депривацией но на самом деле это происходит намного чаще на самом деле это происходит практически постоянно мы постановим что восприятие внешнего мира это восприятие модели внешнего мира они его самого непосредственно что касается тела возможно у нас есть к нему какой-то более привилегированный доступ ведь собственно как вывел гельмгольц из своего же опыта мы можем воспринимать комнату постоянно и во все время кроме того как мы нажимаем на глазное яблоко именно потому что обычные движения глаз мозг самопроизводят он знает как двинуться глаза поэтому он абсолютно точно предсказывает как изменится ракурс поэтому ему не нужно вносить никаких коррекций и мы вообще не воспринимаем это как какое-то действие но это представление продержалась достаточно долго почти сто лет но рухнула как только собственно кто-то попытался его проверить существует сотни экспериментов о том как ошибается восприятие нашего собственного тела но нас в данном случае волнует собственно не ошибки а проверка того воспринимаем мы его непосредственно или мы тоже воспринимаем его как модель это замечательный эксперимент 98 года называемый вечерин очный эксперимент ботвине кайкоэна потому что он впервые действительно был проведен на вечеринке здесь он показан очень академически не вечериночная но наглядно суть в том что перед человеком кладется резиновая рука или что-то хотя бы отдаленно напоминающую руку это может быть довольно бесформенная клешня как показали дальнейшие опыта она может быть абсолютно явно не подсоединена к телу здесь это замаскировано но вообще она может лежать отдельно и главное чтобы человек на нее смотрел настоящая рука человека обычно скрывается экраном но вот тут показано что это даже не обязательно ассистент касается одновременно настоящей руки и резиновой через несколько минут можно прекратить касаться настоящей руки человек будет чувствовать прикосновение здесь это проверяется электронным образом он будет чувствовать прикосновение к резиновой руке если не стукнуть он не так уж часто почувствует реальную боль но он продемонстрирует стрессовую реакцию у него вспотеют ладони и так далее пока он смотрит естественно потому что это единственный способ синхронизации мозг синхронизирует данные с глаз с данными с сенсорными и в общем через некоторое время одни из них уже становятся избыточными это удивительно если попробовать это провести на себе что в общем несложно удивительно именно то ощущение когда хотя ты знаешь где твоя настоящая рука где-то на уровне сознания мозг спохватывается и буквально как из перчатки вытаскивает ощущение своей руки из настоящей и как в перчатку вдевает это в резиновую руку с таким легким покалыванием это ощущение модели своего тела этот эксперимент получил множество развития можно получить полный опыт внетелесного присутствия стерео очки стерео камера опять-таки несколько минут касаний и человек воспринимает себя как маленькую куколку действительно ощущает себя очень маленьким например еще интереснее получить внетелесный опыт своего тела когда стерео камера ставится просто за спиной на некотором расстоянии и у человека через несколько минут внезапно меняется вот наша привычная перспектива он начинает воспринимать себя третьего лица все это судя по всему демонстрирует все тоже мозг не воспринимает тело непосредственно мозг имеет некоторую модель своего тела с некоторыми ограничениями например мы не можем пока что создать ощущение третьей руки хотя известны пациенты у которых было ощущение третьей руки но в целом считается что например в мозге довольно глубоко зашито что у нас две руки и все же это модель тела они непосредственно его восприятия но в этом всем все еще есть внешний наблюдатель которому все также пытаемся переубедить вот где-то на уровне личности и идет а мы надеемся представлять непосредственно мы прошли уже два уровня мир тела до сих пор не встретили никаких непосредственных ощущений выше этого мы ищем личность некую самость которая должна принимать решение которая должна делать оценки которая собственно источника этих моделей источник сознания судя потому что мы уже отделили ее от мира и от тела она должна выглядеть как-то вот так вот видимо тут честно скажу с точки зрения научного подхода мы ступаем на тонкий лед потому что в отличие от мира и в отличие от тела у нас нету прямого физического первоисточника личности много сказано много ищут нейронные корреля ты личности но пока у нас по крайней мере нет такого разрешения томографов или так много иголок мы не можем воткнуть в мозг чтобы найти такие тонкие процессы поэтому личность человека неразделима на какие-либо уровни мы не знаем где в ней передаются сигналы нам некуда внести экспериментальную ошибку как в предыдущих опытах чтобы проверить модельность или не модельность из этого она пока в основном выглядит чем-то первичным как бы сама самообоснованным феноменом но все же есть некоторые основания считать что и это не так эксперимент который я пишу он несколько не в тренде науки потому что связан с гипнозом это сейчас не очень популярно это было популярно раньше потом это просто вышло из моды потому что всем надоело но все же он воспроизводимый неоднократно воспроизведен и интерпретируем так что на мой взгляд остается в рамках науки это модификация простейшего опыта с ассоциациями это не совсем он но мне нравится картинка имеется ввиду ассоциации не на абстрактные понятия я честно говоря вот не знаю работает ли это с пятнами роршаха но я точно знаю что с со словами и с конкретными картинками это работает когда вам говорят слова и просят назвать на него первую ассоциацию или какую-то довольно общую картинку типа там дерево дома и просят назвать первую ассоциацию обычно считается не нейрофизиологи считают что эта ассоциация достаточно случайно в том смысле что это там зависит о том что человек ел на завтрак думал там вчера и видел там в течение недели и как бы на дерево он примерно равна вероятно в зависимости от настроения может сказать назвать первую ассоциацию там береза может лес а может еще что то на самом деле это не так в нейрофизиологии известно что не вдаваясь в детали первая ассоциация большинства таких общих вещей повседневных она довольно жестко впечатана в мозг это проверено некоторыми не опытами на томографе которые сложно пожалуй отписать быстро и это проверено на пациентах с нарушениями кратковременной долговременной памяти то есть на пациентах которые буквально физически не могут сохранить опыт о том что с ними уже проводился этот эксперимент после того как они забывают этот эксперимент они называют всю ту же ассоциацию которую называли в первый раз всегда но обычные или скажем пока не помнят этот эксперимент они сознательно пытаются варьировать эту ассоциацию потому что им кажется что на человек же должен вести себя слегка случайно это же должно быть не очень предсказуемо это сознательное заблуждение использовали когда провели аналогичный опыт с гипнозом то есть опыт провели в нормальных условиях потом под гипнозом заведомо внушаемых людей это проверяется попросили забыть об этом эксперименте и провели с ними опыт снова все косвенные признаки все проверки показывают что они действительно забывают этот опыт не физиологически но никаких скажем соматических ассоциаций или ассоциации на детектор лжи у них упоминание этого опыта не вызывают но они называют другую ассоциацию они пытаются обмануть нейрофизиолога казаться более случайными чем они есть на самом деле это можно объяснить судя по всему именно тем что они не ведут себя как как они должны бы себя вести если у них есть просто какое-то ядро личности они ведут себя так как они они считают должны были бы себя вести они ведут себя так как они должны как должны были бы вести себя личности по мнению как бы их мозга судя по всему что мы знаем им просто нечем больше пользоваться как этим знанием о том как они должны были бы себя вести собственно личности точнее ничего такого что можно было бы называть постоянной неделимой самообоснованной личностью опять-таки мы не находим мы находим ее модель модель личности внутри модели тела внутри модели мира это наверное чуть лучше чем просто у вас не существует но ненамного мне это напоминает эти все вложенные симуляции просто симулятор полетов когда мы создаем симулятор полета чтобы испытывать какую-то технику мы создаем симуляцию мира в которую закладываем симуляцию собственно этой техники это очень похоже на симуляцию среды и тело у нас в мозге только в этот симулятор мы садим живого пилота который сформировался отдельно от всего этого а в нас если не обращаться к религии прочему нет отдельно сформировавшегося пилота просто наша симуляция настолько сложна что в ней зарождается автопилот это может выглядеть немного натянута но как раз как специалисту по искусственному интеллекту мне достаточно легко это представить я думаю тут еще мы объясним кое-что нейрофизиологом чуть позже но главное не в этом когда мы создаем автопилот для самолета пишем автопилот мы не копируем какого-то конкретного пилота мы не имеем физического первоисточника этого пилота мы мы создаем обобщенную модель объединяющую опыт многих пилотов и еще добавляющую к этому образ какого-то идеального пилота которого вообще никогда не существовало и который сверхчеловечен по нашим представлениям у него нет физического прототипа за ним нет ничего реального это чисто модель мы создаем модель из осколков опыта и ровно также судя по всему происходит с личностью наш автопилот который вот тот гомункулус внутри черепа видимо возникает также он возникает из элементов моделей других людей которых мы наблюдаем которые мы строим благодаря тому что у нас есть зеркальные нейроны благодаря тому что у нас есть эмпатия благодаря нашей способности объяснять мотивы которые формируются там в считанные месяцы это все возникает из культурных архетипов из социальных взаимодействий в этом есть очень много чего но никакого зерна первоисточника никакого неделимой сущности которую можно было бы назвать нами в этом самом самом по себе нету это порождает ну то есть получается сознанием может развиваться только с сознанием других сознаний и с тем чтобы они знали нас потому что мы должны с ними взаимодействовать сознание не может развиваться без этого сознания это явно звучит как проблема курицы и яйца не слайда без котиков и из видимо решается также просто по мере постепенного усложнения взаимодействия внутри человечества по мере усложнения культуры по мере сложности создаваемой нами среды усложнялись индивидуальные человеческие сознания и собственно именно то что сознание является моделью позволяет ему менять само себя это слишком свежая модель она еще не прозрачна для нас мы можем отрефлексировать и мы можем поймать себя на акте знания мы можем поймать себя на акте осознания чего-то можем поймать себя на ошибках как путем экспериментов так и нет и приобретение новых знаний может поменять нас вы уже не будете притворяться между перед нейрофизиологами даже после гипноза вы уже не будете притворяться случайными просто потому что вы знаете как это работает познавая развиваясь усложняясь узнавая больше о реальности посещая научно-популярные лекции вы меняете себя буквально вы меняете этим все окружающее человечество совершенно буквально вы меняете все продолжайте